Недельная глава Ваехи Йосефа, Эфраим, учится от своего деда. Самые счастливые дни Якова. И приблизились дни Якова к смерти. И позвал он своего сына Йосефа. И заставил его поклясться, не хорони меня в Египте, а похорони меня в нашей могильной гробнице в Хевроне в Маарата Махпила. И позвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в конце дней. И вдруг оставляет нашего прадца Якова божественное присутствие. И начал он их благословлять. Открывает Талмуд, трактат Псаким, 56-й лест. Спросил Яков, может быть, в сердце одного из вас нет такой же веры, как у меня в сердце? И все двенадцать сыновей сказали ему, Шма Исраэль, послушай, наш Отец Израиль, так же, как в твоем сердце только он один, так и в наших сердцах только один Творец. Шма Исраэль, Ашем Элу Кейну, Ашем Эхад. Эхад – один. Почему весь мир боится числа тринадцать? Чёртова дюжина. Потому что это один. Алиф – это один. Хед – это восемь. Далет – это четыре. Вместе тринадцать. Когда еврей произносит Шма Исраэль, он свидетельствует, что у этого мира есть только один Творец, который сотворил мир, который каждое мгновение его оживляет, и который приведёт мир к цели. И когда услышал Яков слова своих сыновей, он произнёс, Барух Шем Квод Малку Соле Олам Ваэт, чтобы было благословено слава его царства во веки веков. И он благословляет всех своих сыновей. Каждому колену он даёт своё благословение. Иуда будут прославлять тебя, братья. Не отойдёт скипетр от Иуды до прихода Шейно, до прихода царя Машеха. Самые великие еврейские мудрецы и цари происходят от Иуды. Левий – он родоначальник всех служителей в храме – коинов и левитов. Никогда колено Левии не поклонялось идолам. Они хранили верность Творцу даже в Египте. И Сахар будет главой всех мудрецов Торы. Звулум будет давать пропитание мудрецам Торы. Каждый из них у него особенное назначение – двенадцать основ еврейского народа. И какой же ключ он даёт? Соберитесь и послушайте слова Вашего Отца Израиля. Только когда весь еврейский народ собирается в единое целое. Каждый служит на своём месте. Но все вместе объединены, чтобы служить Творцу. Это ключ, чтобы пришло окончательное избавление еврейскому народу. Это то, что мы у горы Синай стояли как один человек с одним сердцем. Это было условие, чтобы получить Тору. И это условие, чтобы пришёл наш царь Машех и был построен храм в Иерусалиме. Это то, что передаёт нам наш братец Яков Исраэль. Благословение еврейскому народу, который рождается в Египте. Великий каббалист Равшимшин Меастрополий, он говорит, что имена наших трёх братцев, их буквы составляют ровно тринадцать букв. Авраам – это пять, Ицкак – четыре и Яков – это четыре. Вместе тринадцать. А тринадцать – это числовое значение слова «эхат». Творец – он только один на небе, на земле. И именно через наших братцев, Авраама, Ицкака и Якова, он раскрылся в мире. Шаббат Шалум Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова